Добрый вечер всем моим друзьям! Вы на канале у Натальи Соболев, Израиль. На своем канале я показываю, чем занимаются и как развлекаются взрослые люди в Израиле. Сегодня в программе. Поздравления с Еврейским Новым Годом! Отмечаем с яблоками и медом! Мы находимся в ресторане. Этот вечер подготовил нам муниципалитет города Афулы. Здесь будет легкое угощение, музыкальная программа и выступление мэра города Афулы Ави Эль Кобца. Это мэр нашего города Афулы Ави Эль Кобец и я рядом. Сегодня вы увидите ночной бар в Роматышай. Я покажу, как мы жарили мясо на раскаленных камнях. В конце видео будет конкурс «Кто первый?» И я загадаю две загадки. Не забудьте поставить лайк этому видео. Еврейский Новый Год называется Рош-Ашана. Рош-Ашана означает начало 5783 года по иудейскому календарю. Начинается праздник вечером в воскресенье 25 сентября и завершается вечером во вторник 27 сентября. Согласно трудового законодательства, Рош-Ашана является государственным праздником. Я расскажу, как отмечают Новый Год евреи в Израиле. Перед заходом солнца нужно зажечь свечи. В синагоге проводят торжественную службу. Вы услышите звуки шафара. Это музыкальный еврейский духовой инструмент, сделанный из рога животного. В него трубят во время богослужения в синагоге. Рош-Ашана обычай требует стократного трубления. Это делается для того, чтобы призвать весь народ Израиля к покаянию. С этого начинается отчет дней Нового Еврейского Года. После службы накрывают праздничный стол. Вся семья собирается дома. Перед трапезой делают омовение рук и произносят благословение перед хлебом. Кстати, хлеб на праздник делают круглым, что символизирует целостность израильского народа. После этого гости берут кусочек яблока, макают его в мед и желают друг другу сладкого года. После трапезы нужно поблагодарить Всевышнего за еду и за все доброе, что у вас есть. На следующее утро в синагоге проводят праздничную службу. В зал приносят свиток Торы и читают с него фрагменты, посвященные этому празднику. После службы вновь начинается праздничная трапеза. Согласно Торы, на Рож-Ашана происходили разные значимые события. Бог создал первых людей – Адама и Еву. Вновь впервые вышел из Ковчега после потопа. Была неспослана беременность Саре, жене Авраама. Она уже была в преклонном возрасте. Было совершено жертвоприношение Исаака. Иосиф вышел из заточения. Закончился каторжный труд евреев во время рабства египетского. Талмуд говорит, что в Рож-Ашана во время Небесного Суда открыты три книги. Книга грешников, книга праведников и книга средних. Праведные сразу записываются в книгу жизни, и запись скрепляется печатью. Грешные сразу записываются в книгу смерти, и запись скрепляется печатью. Среднички находятся как бы в подвешенном состоянии, и ожидают приговора от Йомки Пура. Если удостоятся, будут записаны в книгу жизни. Не удостоятся, будут записаны в книгу смерти. Вот такая небесная бухгалтерия. Но кто такие праведные и грешные? Те, у кого больше заслуг, чем нарушений, называются праведными. А те, у кого больше нарушений, грешники. А те, у кого заслуг и нарушений поровну, это средние. Как известно, во время Небесного Суда в Рож-Ашана проводится подсчет заслуг и нарушений человека за предыдущий год. Каждая выполненная заповедь и каждое нарушение закона имеют свой вес. Сколько очков человек получает за каждую конкретную заповедь или теряет за каждое конкретное нарушение, знает только сам Всевышний. А у средничков есть шанс в период между Рож-Ашана и Йом-Кипуром заработать как можно больше заслуг, чтобы склонить чашу весов в желаемую сторону и быть записанным в книгу жизни. Пусть будет жизнь послаще меда и ароматнее цветов. Пусть будет солнечная погода и пусть цветет в душе любовь. Пусть в книгу жизни вас запишут. Пусть вера в вас всегда живет. Молитвы ваши пусть услышат. И вечно пусть душа поет. Мои дорогие друзья, я поздравляю вас с Новым Еврейским Годом. Да будет воля Господа, чтобы вы были записаны в счастливый год в книге жизни. И чтобы запись эта была скреплена печатью. Откройте свое сердце, делайте добрые дела и будьте здоровы. А сейчас мы находимся в баре в ночном, в Раматышае. Это недалеко от Афулы, 15-20 минут по дороге на Хайфу. Раматышае – это небольшой городок. В баре немноголюдно, уютно и рады каждому гостю. В шаббат ночью можно отдохнуть и в Афуле. Есть у нас тоже ночные бары, но мы сегодня отдыхаем в Раматышае. Посмотрите, может вам будет интересно. И вы тоже посетите этот бар. Нам подают сырое мясо, раскаленную сковороду с камнями, где мы должны жарить это мясо. И интересный ассортимент салатов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Раматышае проходит праздник хумуса. И мы тоже попали на это мероприятие. Около кафе находится площадка, где любой музыкальный коллектив или ансамбль может поставить аппаратуру и развлекать гостей. Это практикуется в разных барах в Израиле. А сейчас я показываю, как внутри выглядит этот бар и как они его украшают. А сейчас, мои дорогие друзья, викторина, кто первый? Кто ответит правильно и первый на загадке, у того я посмотрю ваши пять видео подряд. И вот первая деревянная коробочка, что это, сувенир какой, что для чего и что это за предмет лежит в нем. Итак, я жду ваши ответы. Пишите. Внимание! Вторая загадка. Что это предмет? На что похоже? Пишите ответы в комментарии. Дорогие мои друзья, я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новой встречи!